В твоём контексте, наверное, самое интересное из буквицы. Псия — буквица, означающая душу человека, и изображающая чакральные круги. Походим, у нас герой Серафима. Здесь изображено три чакральных круга. Нижний чакральный круг, состоящий из базовой, половой и животной, средний — из сердечной и двух её подчинённых, и верхний — из горловой, глазной и головной. Также здесь указаны плюсы и минусы в теле человека. Где плюсы, где минусы, как это всё взаимодействует, где аспекты Белобога, где аспекты Чернобога. Если это правильно понимать, то из этого даже берётся. Почему мы правой рукой держим чётки, а не левой? Как называется повторение на чётках правой рукой Курославы? Набухучая. Самый так. То есть то, что чистит нас и… Правой наедаём или наедаём? Ну там ряд аспектов. Правая она и даёт, и она помогает нам на чётках, как на магнитной ленте, записать вот эти энергии. И потом мы можем уже, как буддисты показывают или христиане, то есть святой только берётся своих чёток, ему даже не надо там ничего намаливать, уже там всё намалено, он сразу уже включается в поток. Потому что там, как на магнитной ленте, это всё уже многократно, 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 там уже и материи как таковой нет, одни его молитвенные уже усилия. А иногда вот даже, допустим, чётки моего учителя, они не портились. А вот чётки думают, что нам звонила, они уже мёртвые, то есть свазаха даже у неё умерла. Прошу включиться это всё-таки. Я ей чётки заказывал священного дерева, которое растёт по лесу, а у неё это дерево умерло. Как это? Почему? Просто. То есть понимаешь, чётки имеют как обычную вот, как этот телефон, составляющую. Ну что такое телефон? С одной стороны, это материальный объект, с другой стороны, это то, что позволяет этому материальному объекту связаться с вышкой, или связаться с Wi-Fi, и дальше связать меня там с твоими телефонами, или ещё как-то так. Вот так и в чётках. Есть тонкий аспект, и есть обычный, физический аспект. Физический аспект – это сами бусины, они у неё на месте. А тонкий аспект – оттуда сбежал просто. Она об этом не знает? Я это говорил. И что она говорит? Не знаю. Ну то есть я ей сказал, что надо что-то с этим делать. А дальше, что она там думает, это её влюблен. И дай ему по нашей спасенности. То есть тут… Так, всё успокоились, девочки. Игорь, тут я привожу разные данные по этой буквице. И как это связано с этой схемой, как это вот… Дальше идёт не менее важная буквица – ФАТА. ФАТА – это та буквица, которая с одной стороны изображает систему Земли и её двух лун, как это было у нас раньше, а с другой стороны изображает совокупность, условно говоря, сердечной чакры и её двух подчакр, и ещё там ряда интересных значений. Игорь Негода. Игорь Негода.